В Минске проходит масштабный марафон здорового образа жизни каждый четверг на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу с 18 до 21 часа. А можно бесплатно пройти экспресс-обследование и получить рекомендации от врачей. А еще попробовать себя в различных видах физической активности. В чем суть этой инициативы, узнаем у старшего координатора программы детского фонда ООН ЮНИСЕФ Виктории Лазюк. Виктория, доброе утро. Доброе утро. Виктория, идея отличная. Наши корреспонденты уже там побывали. В понедельник мы рассказали на всю страну, собственно, и показали, что это за марафон. Мы знаем, что в стране не остались многодетные мамы с детьми. Расскажите об этом. Ну, спасибо большое за интерес, который вы к этому проявляете. На самом деле этот марафон происходит в рамках мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. И реализуется в рамках проекта, который направлен на профилактику неинфекционных заболеваний, на популяризацию здорового образа жизни. И реализуется Министерством здравоохранения Республики Беларусь при поддержке агентства ООН, детского фонда ООН ЮНИСЕФ в частности, и при поддержке Европейского Союза. Нужно даже расшифровываться. Сад, да, там что-то спортивное. Значит, это, да, марафон, есть такой хэштег марафон, это сад, потому что выбран как бы место проведения открытый воздух, это лето, это сад по фристайлу. И сад мы расшифровываем как такой спортивный, активный и доступный. То есть все, кто хочет, он может, те могут присоединиться к участию в мероприятиях этого марафона. Там будет не только, то есть там будут консультации врачей в рамках этого марафона. Там и есть возможности попробовать о различных видах спорта. Там есть специальные, допустим, фитнес-занятия или занятия для всей семьи, которые может как мама с ребенком, так и вся. Это будет участвовать, это может быть футбол, допустим, да. Это может быть какие-то фитнес, которых для беременных мам и для, как бы, с ребенком они могут это проходить. Также там есть и различные мероприятия, которые и для подростков, это мероприятия по воркауту. Они могут быть как для всех возрастных категорий. Ну, а по опыту прошлых лет, все-таки целевая аудитория, она в какую сторону больше склоняется? Ну, смотрите, здесь вообще идея того, чтобы это было доступно для всех. Марафон включает пять мероприятий. Каждое мероприятие каждый четверг. И вот первое мероприятие, допустим, оно было больше такое целенаправленное на семью. То есть все, что касалось семьи. Второй, допустим, день, он будет один из дней. Он будет посвящен, допустим, там, большому спорту. Это может быть и соревнования по легкой атлетике, то есть вы можете бегать. Это могут быть и вот эти, там, использование каких-то борьбов, вольная борьба, там, дзюдо, самбо, которые можно практиковать тоже для групповых упражнений и другие. А день будет посвящен велносу. То есть это будет больше фитнес, пилатес, это различные вот направления велнос-течения. Один день посвящен будет, допустим, конкретно только детям. То есть тогда это будет больше активности для детей. Вы буквально выцервали вопрос у меня с языка. Я хотела спросить, что в Лидии недавно заработал первый в Беларуси инклюзивный кроссфит-зал для людей с ограниченными возможностями. И каждый четверг для этих людей на протяжении того марафона вы будете уделять тоже достаточное количество времени. Да, то есть все тренажеры, которые есть на открытом воздухе, то есть все мероприятия, они тоже будут, и специалисты, которые работают, они тоже будут обучены работе с людьми с ограниченными возможностями. В частности, как бы вот этот Виталий Захарьев, который один из тренеров этого кроссфита в Лидии, он тоже принимал участие в этом марафоне. То есть специально все сделано таким образом, чтобы мы соблюдали принцип инклюзивности. Ну и в самом начале, Саша, прошу прощения, сказали, что это марафон в поддержку здорового образа жизни. А вы каким видом физической активности занимаетесь сами? Ну, я сама... Я думаю, все попробовали, да? Я хожу на шейпинг, то есть я хожу как бы... Я хожу немножко такой как бы в Центр оздоровительной медицины, потому что когда есть небольшие там вопросы с спиной, там с осанкой. И я также люблю большой теннис и тоже как бы занимаюсь большим теннисом. Достаточно разнопрофильно получается. В марафоне участвовать будете? Мы уже принимали участие, будем, конечно. Отлично. Ну, мы очень много говорим о том, что сейчас молодеет много различных заболеваний, сердечно-сосудистые, также рематоидные артриты. Вот все-таки какие шаги предпринимают гуманитарные и международные организации в этом направлении? По профилактике этих болезней. То, что мы заложили в наших детей и подростков, это то, каким образом в дальнейшем будет сохраняться их здоровье, здоровье членов их семьи и их детей. И сегодня уже доказано, что дети в любой возрастной период, в том числе в подростковый, это очень пластичный материал. То есть как мы их научили правильно заниматься активными видами спорта, как мы их правильно научили питаться, как мы их правильно научили преодолевать какие-то стрессовые психологические ситуации. Таким образом, они эти потом, как бы, такие паттерны поведения будут и применять во взрослой жизни. Поэтому все, что касается спорта, это, конечно, залог будущего здоровья, их успешности и в профессиональной, и как бы в личной карьере. У нас на базе детских поликлиник созданы центры дружественные подросткам, которые занимаются профилактикой, вот как раз-таки, и употреблением психоактивных веществ, и пропагандой здорового образа жизни. В том числе, как бы, и сами сотрудники тоже активные участники всех этих мероприятий. Мы, как бы, своим примером стараемся тоже, как бы, поддерживать вот такой здоровый образ жизни. Приглашайте телеведущих, мы тоже так же будем это поддерживать. Ну, благодарим, а я хочу пригласить всю страну. Итак, друзья, сегодня четверг, 18.00, мы с Александром будем участниками вот этого вот марафона ООН. Итак, о том, что спорт – это здоровье, я напомню. Мы говорили сегодня со старшим координатором программы детского фонда ООН ЮНИСЕФ Викторией Лазюк.